так вот еще один косяк извиняюсь за конечно за освещение но смотрите вот это у нас идет плюс от аккумуляторов в сторону контроллера а вот это вот идет минус не находите что провода тонкие короче получилось так нехватка толщины провода китайцы что сделали видите здесь вот идет толстый здесь переход в тонкий и по тонкому идет соответственно вот этот провод будет нагреваться вот этот вот кусочек блин который они поставили вот такого тонкие оставили соответственно на нем произойдет потеря просто это не шут это у нас идет питание минус отсюда берется на габариты то есть и на поворотники то есть основное питание контроллера мотора да она идет по тонкому провода так что стоит на это обратить внимание также вот отсюда вот идет питание всех бортовых приборов дисплеев вот точно такой же тонкий провод идет в морду в косу и вот тонкий идет переходит в толстый идет на питание контроллера соответственно для того чтобы умощнить это все дело надо вот этот провод заменить минимум вот поставить такое же сечение максимум я бы рекомендовал вот эту вот розетку вилку вернее верхний аккумулятор в нижний аккумулятор поменять наверное я выведу отсюда провода потолще до сюда дотянул вот это все обрежу чтобы потом можно было когда я соберу корпус заменить вилки потому что очень сложно найти вот такие вот вилки как в ком поставляется разборная и на ток больше 10 ампер ну соответственно на 220 есть хорошего качества эта проблема на этом все так что смотрите кого спроводка может быть то есть и где просадки из-за этого кстати тяги может не быть то есть либо она недостаточная для своей мощности